МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. 20 тысяч рублей за неубранный снег. Коммунальщикам грозят штрафы. Первый месяц работы по-новому. Как медработники образовательных учреждений чувствуют себя под крылом ЦГБ. И день, пропитанный нежностью и любовью. Ноябрьск отмечает 14 февраля. Омский областной суд отклонил апелляционную жалобу Алексея Никитина, виновника октябрьской аварии, в которой погибла молодая пара из Ноябрьска. Никитину отказали в облегчении условий приговора и штрафа, который внезапно перестал его устраивать. Но это еще не конец, цитирует осужденного комсомольская правда. Никитин намерен подать новую жалобу. Причем ранее он был полностью согласен с условиями приговора. 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима и выплата семьям погибших 6 миллионов рублей. Он даже начал выплачивать деньги, но вскоре отказался, сославшись на то, что его доходы не позволяют этого сделать. Также он попросил заменить колонию общего режима на колонию поселения, предъявив медицинские справки о том, что у него имеются проблемы со здоровьем. Суд жалобу отклонил, и приговор остался в силе. Но Никитин намерен подавать новую апелляцию. Напомню, авария случилась 12 октября прошлого года. Тогда пьяный Алексей Никитин вылетел на обочину и сбил молодую пару, Артема и Ксению. 20-летняя девушка и ее 26-летний жених погибли. Позже выяснилось, что Ксения была на втором месяце беременности. Сегодня в Ноябрьске временно запретили проводить массовые мероприятия. В администрации города сообщили, что это ограничение было решено ввести в связи с ростом числа заболевших простудой и гриппом. Кроме того, руководителям аптечной сети города рекомендовано до 18 февраля обеспечить своевременное пополнение запасов противовирусных препаратов и масок. Ноябрьское ЦГБ тем временем готовится к наплыву больных. Как уверяют специалисты, лекарственных препаратов здесь хватит на всех обратившихся. Я напоминаю, что грипп у нас – это воздушно-капельная инфекция. И достаточно находиться от человека больного этим гриппом в 10 метрах, чтобы иметь контакт и быть в возможности развития заболеваний. Поэтому я прошу всех жителей города применять меры предосторожности, не стесняться применять маски и стараться избегать места массового скопления населения. С 1 января этого года медицинские работники всех образовательных учреждений города из-под контроля департамента образования перешли под крыло центральной городской больницы. В декабре 2012 года эта новость вызвала массу вопросов и недовольства у врачей и медсестер, которые трудились в детсадах и школах. И вот спустя полтора месяца работы по-новому в Ноябрьске подвели первые итоги. Главный вопрос, который волновал медработников от образования, что будет с зарплатой при переходе из одного ведомства в другое. По предварительной информации, она должна была сократиться. Первые расчетки показали, что это так и случилось. Мы здесь отработали один месяц, и в среднем зарплаты по департаменту образования на ставку была такая, как здесь мы получили на полторы. За счет стимулирующих, потому что там мы просмотрели все стимулирующие, какая у нас. Мы отработали полторы ставки. Кивать на образование, где недавно произошло существенное увеличение оплаты труда, не стоит, говорит руководитель ведомства. Эта прибавка коснулась только учителей и воспитателей, и в любом случае обошла бы стороной врачей и медсестер. А вот вопрос, как сделать так, чтобы нынешняя зарплата в ЦГБ догнала прежнюю, которая была в образовании, уже решается на уровне окружных властей, заверила присутствующих замглавы администрации Ноябрьска Валентина Серенко. По зарплате, я думаю, что вы все выскажетесь, у меня расчетки лежат, разницу мы видим и знаем ее, что-то с этим решить. Но вы находитесь в нашем учреждении и получаете, как все остальные медицинские работники. Как в образовании у нас не бюджетное финансирование, у нас идет в рамках УМЭС, сколько больницы заработало по посещению. На сегодняшний день у нас даже посещение уменьшено с 850 тысяч посещений, до 830 тысяч, то есть на 20 тысяч посещений. Каждое посещение стоит денег. Тем не менее, по словам главврача, есть премии, которые помогут выровнять ситуацию и есть возможность заработать дополнительно. Дело в том, что на переход из одного ведомства в другое решились всего 63 из 138 медработников. Это меньше половины тех, кто работал в школах и детсадах. А значит, большинство медвакансий в образовательных учреждениях свободны. Больница готова платить за подработку и даже более того, она готова обучать медсестер смежным профессиям – физиотерапии и массажу, чтобы они в своих же садах и школах могли совмещать работу и зарабатывать. Отдельно на собрании обсудили ситуацию в ручейке, который посещают дети с нарушениями зрения. Врачи из сада ушли, медсестры есть, но пока они не получают дополнительных денег за специфику работы. Я думаю, будем смотреть. Все-таки, если будет возможность, мы сохраним другую стимулирующую разбавку. Если вы этот объем… Сейчас, если найдем офтальмолога, и будете объем выполнять, конечно же, будем оплатить. Другими только способами. Это не будет как спецучреждение, а именно стимулирующая разбавка за этот объем именно специфической помощи. К слову, остальные вопросы, что волновали новых сотрудников ЦГБ, тоже касались финансов и способов взаимодействия между двумя учреждениями. Руководители ведомств заверили, между городским департаментом образования и ЦГБ заключено соглашение о сотрудничестве как раз для оптимального решения ситуаций, которые складываются в работе по-новому. Татьяна Заозерная, Ирина Потехина, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Еще одну наболевшую проблему для ЦГБ – это нехватка площадей под медучреждения. Главный врач озвучил на заседании сторонников партии «Единая Россия». А руководитель территориального пенсионного фонда подняла другую и тоже важную для города проблему. Нехватка штатных единиц, по словам Ирины Карповой, не позволяет абсолютно всем федеральным структурам, которые есть в Ноябрьске, работать в нормальном режиме, удобном и приемлемом для горожан. Это касается и паспортного стола, и рекпалаты, и, конечно, пенсионного фонда. Карпова привела пример. 8 лет назад в городе было 16 тысяч пенсионеров. Теперь их больше 27 тысяч. А сотрудников фонда сегодня работает столько же, сколько было в 2005 году – 67 человек. Мы не решим проблему, если все равно у нас не хватает людей. И вот я говорю, что каждый житель сегодня сталкивается с этой в разных возрастах, с разными учреждениями, в разные ситуации. Ничего приятного он из этих структур, к сожалению, не выносит на сегодняшний день. Все эти проблемы сторонники партии «Единая Россия» внимательно выслушали, признали их особую актуальность и решили как можно скорее донести их до депутатов разного уровня – от окружного до федерального. Напомню, рекомендовал партийцам встречаться с горожанами как можно чаще председатель местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Белкий. И, как показывает практика, такие встречи оправданы. Народный контроль набирает обороты. Сегодня состоялся очередной рейд по киоскам и нестационарным магазинам, в которых запрещено торговать пивом и другой алкогольной продукцией. Итак, не все еще предприниматели в Ноябрьске поверили в силу закона, ограничивающего продажу пива и алкогольной продукции, а также в неотвратимость народного контроля. Однако борцы за честную торговлю и сегодня появились там, где их не ждали и обнаружили в маленьком магазинчике ящики с запретным напитком и еще отдельно стоящие бутылки с ценниками, которые красноречиво говорят о том, что пиво приготовлено явно не для возврата поставщикам, а для любителей пенного. Еще в одном киоске пиво в бутылках не оказалось, а вот в специальных упаковках, готовая к розливу, пожалуйста, стоит на прилавке. Точнее, стояло, так как к этому часу в присутствии понятых пиво изъято из розничной сети. Хочется отметить, что наряду с двумя примерами со знаком «минус», один был со знаком «плюс». Есть в городе ответственные предприниматели, которые и к букве закона подчиняются, и о покупателях заботятся. Народный контроль отметил, что здесь по всем правилам оформлен уголок покупателя и соблюдены другие правила торговли. Две трети россиян живут в режиме постоянной экономии, следить за расходами постоянно приходится пенсионерам и тем, кто критично оценивает свое материальное положение. К таким выводам пришли специалисты Центра изучения общественного мнения. На вопрос, каково ваше поведение при покупке товаров, большинство, это 66% опрошенных, ответили, что живут в режиме постоянной экономии. Причем таких, отмечают эксперты, с каждым годом становится все больше. Еще 13% респондентов рассказали, что сокращать расходы им пришлось с недавнего времени. Столько же признались, что вообще не экономят, а 5% россиян сообщили, что перестали экономить совсем недавно. А Калияда, снежные накаты и ныне там. Сегодня, спустя неделю, специальная комиссия, в составе которой представители управления жилищного хозяйства и сотрудники дорожной инспекции, снова проехали по дворам города. Они смотрели, где коммунальщики не убирают снег. Причем первым делом заехали в те дворы, которые вызвали нарекания еще неделю назад. Это территории рядом с домами на Ленина 56 и Дзержинского 21 и 27. В лучшую сторону здесь ничего не изменилось. И теперь в отношении юрлица, а это управляющая компания «Крепость», будет составлен протокол об административном правонарушении, который направит суд. И уже суд установит сумму штрафа. Она может быть от 10 до 20 тысяч рублей. Всего сегодня комиссия осмотрела 11 дворов и внутридворовых проездов. Мы просили, пожалуйста, жалобы жильцов, пожалуйста, почистите этот двор. А вот о том, что интересного для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника» в кратком обзоре. Вполне возможно, что в скором времени в сфере ЖКХ появится свой народный контроль. Причем работу управляющих компанией коммунальные тарифы будут контролировать пенсионеры. С таким предложением выступил Владимир Путин. О том, почему введение таких мер президент страны считает необходимым, читайте на первой странице свежего номера СН. В «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегазгеофизике» на сегодняшний день зарегистрировано более 200 патентов на различные изобретения. Над каждым из них специалистам приходится работать годами, но игра стоит свеч. Только одна из последних разработок за три года опытно-промышленного опробования позволила сэкономить компанию «Газпромнефть» более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Подробности на четвертой странице газеты. Мало кто сегодня представляет свою жизнь без мобильного телефона. Корреспонденты СН – не исключение. Однако они решили взвесить все за и против и понять, можно ли современному человеку хотя бы неделю прожить без мобильника. Или это уже физически невозможно. Размышления журналистов читайте на шестой странице номера. В «Ноябрьске» стартовал чемпионат и первенство округа по пожарно-прикладному спорту. Открытие и первые состязания прошли в спортивном комплексе «Прометей» на территории пятой пожарной части. В соревнованиях принимают участие команды Уренгойского, Ноябрьского, Надымского, Муравленковского, Пуровского и Губкинского гарнизонов пожарной охраны. В каждой команде по 15 человек. И что интересно, это и действующие сотрудники, и подростки, которые занимаются в секциях по пожарно-прикладному спорту. Кстати, самый юный участник приехал из Губкинского. Это Ростислав Кудинов, которому всего 5 лет. По итогам первого дня соревнований, а сегодня выясняли, кто лучше поднимается по штурмовой лестнице, на первом месте команда из Надыма. Наши спортсмены пока на третьем. Но еще раз отмечу, это только предварительные итоги. И уже завтра, после преодоления стометровой полосы препятствий, места могут распределиться совсем иначе. В подарок Валентинке воздушные шары и пожелания любви и добра. Сегодня, в День всех влюбленных, сотрудники молодежного центра «Вектор» решили порадовать горожан. Для этого они переоделись в костюмы ростовых кукол, надули воздушные шары и подписали Валентинки, которые раздавали прохожим в центре города. Надо сказать, что инициативу эту прохожую восприняли с радостью, и от маленьких бумажных сердечек никто не отказывался. Верите в любовь с первого взгляда? Нет, с первого взгляда не верю. А почему? Нет такого, чтобы с первого взгляда любовь была. А что пожелаете тем, кто еще не нашел свою половину? Чтобы искали усиленно и нашли, все равно найдется. Валентинки сегодня дарили и в городском отделе ЗАГС. Официально зарегистрировать свои отношения в День святого Валентина в ноябрьске пожелали 15 пар. И несмотря на то, что сегодня четверг, регистрации прошли по всем правилам. С торжественными речами, напутственными словами и, конечно, поздравлениями родных и близких. Сами молодожены признаются, что 14 февраля выбрали не случайно. Ведь по преданиям, свадьба в День святого Валентина сулит вечную любовь и верность. А воздух в этот день просто пропитан нежностью и счастьем. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 15 февраля в Сайфарде преимущественно без осадков. Ветер западный, температура минус 9 градусов. В Муравленко переменная облачность. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Температура 24 градуса мороза. В Ноябрьске без осадков. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Температура 23 градуса ниже 0.